Наркоманов заставят лечиться от зависимости. Президент России Владимир Путин подписал закон о принудительном лечении людей, употребляющих запрещенные вещества. Сейчас в России ли более 8 миллионов зависимых, готовы ли республиканские наркодиспансеры к приему тысяч пациентов? И хватит ли всем медикаментов и койка мест, узнавала Екатерина Сударева. В этом отделении наркологического диспансера Казани нет свободных коек. Люди лежат и в коридоре в два ряда. Десятки пациентов это в основном алкоголики. Наркоманов здесь три человека. Когда закон о принудительном лечении наркоманов вступит в силу и сюда начнут привозить тысячи зависимых, пациентов разделят. Откроют отделение только для людей, принимающих запрещенные вещества. Мы располагаем достаточным количеством наркологических коек. И вполне реально тот объем, который должен будет попасть, согласно нового законодательства, на лечение, он найдет свое место. Отправлять на принудительное лечение наркоманов будут по решению суда. Тех, кто живет в Казани, уже ждут здесь. Жителей других районов, в филиалах наркодиспансеров Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах. Привозить на принудительное лечение будут судебные приставы исполнителя. Курс у всех разный, но чаще до месяца. Однако медики добавляют, вылечить наркомана мало. Важно оборвать связи с прошлым. Потому после лечения наркозависимого передадут на попечение соцслужб, где их будут трудоустраивать. Изменится само отношение пациентов к лечению. И, наверное, участь родственников более благоприятно будет прогнозироваться. Поскольку сейчас, даже сегодня ко мне подходит мама, говорит, сыну 17 лет, никак не могу заставить его идти лечиться. А вот если будет закон, там уже предназначены конкретные меры. Принудительно лечили наркоманов от зависимости в советское время. Тогда это давало хорошие результаты, говорят медики. Но в 90-м году эту практику отменили. По данным Федеральной службы по контролю за наркотиками, в России употребляют запрещенные вещества почти 8 миллионов человек. Специалисты надеются, что со вступлением закона в силу эта цифра уменьшится. По новым правилам за уклонение от лечения или медицинской реабилитации предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч или административный арест до 30 суток. Екатерина Сударева, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан.